Надеюсь, ты сделала гимнастику для глаз, потянулась, отдохнула и, конечно же, не забыла сохранить свой проект. И сейчас мы продолжим заниматься проектом. Игра-наряжалка – это вторая часть, в которой мы завершим наш проект по той пошаговой инструкции, которая представлена на сайте Scratch. Если кто-то случайно открыл эту вторую часть, то рекомендую вернуться к первой, чтобы сделать свой проект с самого начала. Еще один маленький нюанс. Если мы вдруг остановились на каком-то шаге, но что-то забыли в предыдущем, либо хотим повторить, либо хотим вернуться, то если мы пролистнем вот эту пошаговую инструкцию вверх, мы видим, что есть кнопка «Назад». То есть мы можем вернуться назад и выполнить действие, которое мы хотим. Ну и опять же можно либо нажимать на кнопку «Next» здесь внизу, либо нажимать на кнопку «Далее». Мы работаем со второй частью. И, возможно, кто-то успел уже выйти из Scratch, отдохнул немножечко и вдруг попал вообще в самое начало. Вот я сейчас вернусь назад. Да, в принципе, могу закрыть, открыть. Да, не получается. Вот назад. Мы в самом начале, да? Вот если кто-то эту вторую часть начинает с самого начала, то можно выбрать список шагов и выбрать тот, на котором мы остановились. Остановились мы, по-моему, на пятом, если я не ошибаюсь. Да, там, где мы меняли стиль. Вот здесь этот скрипт. То есть здесь мы с вами остановились. И если кто-то, еще раз повторю, вдруг потерял, где он находится, это пятый шаг «Change Styles» – смена стиля одежды. Итак, этот пятый шаг у нас завершен. И нажмем «Далее» здесь сверху для разнообразия. Здесь нам необходимо установить стартовые позиции для наших одежек. И это объяснено здесь по-английски. Сейчас я это быстро переведу, и будет сразу понятно, что мы будем делать дальше. Хочешь восстановить положение твоих персонажей? Перенеси их туда, куда ты хочешь, и добавь скрипт, который показан ниже. Ну, стоит уж немножечко уточнить, что имеется в виду под персонажами. Речь идет, конечно же, о наших спрайтах, спрайтах одежки, которая должна начинать размещаться, быть размещена на сцене там, где мы начинаем. То есть, когда мы начнем нашу игру, одежда должна быть не на нашем персонаже, не на Даше, а где-то здесь на сцене. Вот это мы сейчас и сделаем. Итак, по инструкции нам сказано, что нужно установить наш спрайт в ту позицию, в то место, с которого мы хотим начинать. Значит, вот эту одежку, эту кофточку мы поставим, например, здесь. Например, я хочу, чтобы все начиналось отсюда. Значит, нам нужно выбрать, когда щелкнуть по флажку, и команда перейти. Давай посмотрим здесь, когда щелкнуть по флажку, и вот «Go to XY». По-русски это «Перейти в XY». И вот когда мы эту команду выбираем, в том месте, в котором стоит эта кофточка, мы будем начинать. Проверим. Допустим, мы ее повесили сюда, надели на нашу Дашу, нажимаем на флажок, и вот кофточка у нас там, куда мы ее изначально поставили. И здесь тоже предлагается проверить. Мы можем перенести наши объекты, наших персонажей в любое другое место, потом нажать на флажок, и мы увидим, как это работает. Я это только что сделала. Ну что, поехали дальше. Нажимаем «Next», и здесь нам предлагается выбрать еще какие-то предметы одежды, и нам уже известно, как это делать, и даже здесь не показано, как это делать, но написано, что мы можем опять нажать на иконку для выбора спрайта, и выбрать из библиотеки другие предметы одежды, например, очки, брюки и что-то еще. И здесь мы уже их получим. Ну, давай для примера выберем в одевалке, например, очки и брюки. Сейчас я сделала это быстро, потому что я кликала двойным кликом по спрайту. Сейчас еще покажу быстро. Вот наша одевалка. Допустим, я хочу еще такие очки или жилет. Я по нему просто кликну двойным кликом. Не нажимая на кнопку «Ок». Так быстрее. Вот мы их набрали, поставили. Дальше что нам предлагается сделать? Установить стартовую позицию каждого предмета одежды и написать вот точно такие же скрипты. Их надо писать заново. И еще одна команда. Смотрим. Фиолетовая. Вот это мы знаем уже. И «Go to front». Мы посмотрим, что это за она. Я просто ее запомнила и покажу. Итак, мы расставляем предметы одежды. Например, так. И для каждого из них пишем вот такой вот скрипт. Сейчас и для этого я это сделаю. Когда щелкну по флажку, перейти в «А». Дальше опять. Когда щелкну по флажку, перейти в «А». И снова. Это, повторю, надо делать для каждого спрайта отдельно. Почему? Потому что каждый спрайт находится в своих координатах. Если ты обратишь внимание на цифры, которые здесь, то, допустим, у этого спрайта здесь 186,95, а у этого 190 минус 94. Разные цифры. Именно поэтому скрипты мы пишем отдельно для каждого спрайта. Это я говорю особенно для тех, кто знает, как переносить скрипты от одного спрайта к другому. И еще одна загадочная команда, которую мы там увидели, это «Go to front» из внешности. И вот она здесь, по-русски она называется «Перейти в верхний слой». Что значит верхний слой? Если мы это не сделаем, то может так оказаться, что в какой-то определенный момент мы будем пытаться кофточку надеть, она будет под нашей Дашей. Поэтому нам нужно, чтобы все предметы одежды были в верхнем слою. Так и сделаем. Перейти в верхний слой. Перейти в верхний слой. Ну и дальше нам предлагают все это проверить. То есть, например, я могу одеть нашу Дашу. Вот так сделать. А теперь нажимаю на флажок. И все предметы одежды разместились там, где мы их задали. Next. Следующий шаг. Содержит массу советов по улучшению и персонализации нашего проекта. То есть, каждый может сделать уже что-то свое. Первая рекомендация. В качестве идеи можно нарисовать свой собственный предмет одежды. Здесь приведен пример вроде бы как готового, но можно дорисовать. И вообще нарисовать что-то свое. Когда мы нажимаем на кисточку, у нас открывается графический редактор, и мы можем нарисовать какой-то предмет одежды. Я сейчас не буду это делать. Каждый может попробовать это сделать самостоятельно. Если потребуется, то ссылку на урок, как рисовать в этом графическом редакторе, я обещала разместить. Постараюсь не забыть это сделать. Следующий совет это реализовать смену фона. Оказывается, мы можем здесь пофантазировать и сделать так, чтобы в нашей Fashion Game были разные варианты работы на разных фонах. Для того, чтобы добрать еще один фон, мы выберем вот так. Я, допустим, выберу просто голубой. И мы смотрим, какой скрипт нам предлагается написать. Нам предлагается для сцены написать скрипт, когда нажата клавиша стрелка Right Arrow. Это стрелка направо. Можно выбрать любую другую. Я просто повторяю, что здесь написано. И следующий фон. Из группы Внешность. Следующий фон. Вот я сейчас буду нажимать на клавишу стрелочка и у меня меняется фон. Тоже очень здорово и интересно, правда? Дальше. Следующий совет, рекомендация, что можно сделать. А это уже то, что нужно каждому проекту. Мы можем сейчас сделать так, чтобы наши аксессуары, чтобы наша одежка одевалась на персонажа тогда, когда мы по ней будем кликать мышкой. Мы уже сделали стартовые позиции. Здесь это повторяется. А сейчас мы сделаем так, чтобы кликая по этому объекту, например, по очкам в игре, мы могли добиться того, чтобы они оделись на глаза нашего персонажа. Но прежде чем мы это сделаем... Так, где тут эта инструкция? Что-то я ее потеряла. А, вот она. Вот здесь нам показано, пропустили. Вот мы нажимаем на буквочку И, и еще нужно посмотреть, чтобы была галочка вот эта. Смотрим еще раз. Вот здесь CanDragonPlayer. Посмотрим. Допустим, выберем очки, нажимаем на букву И, и вот можно перетащить в проигрыватель. Вот так вот нажимаем. То есть для каждого нашего... Вот здесь уже стоит флажок этот. Но для спрайтов, предметов, одежды, вот для очков этого не было. Мы этот флажок должны проверить, что стоит, либо поставить, если не стоит. Вот теперь везде стоит. Это нужно для того, чтобы все работало. Так. Но продолжим. Итак, нам нужно сделать так, чтобы, кликая по очкам, допустим, мы получали их здесь. Как это сделать? Ну, раз очки, давай работать с очками. У нас уже есть вот этот скрипт. Мы его не будем повторять, потому что у нас он свой. А нам нужно выбрать команду, когда спрайт нажат, и еще одна команда Glide. Что это за Glide? Сейчас посмотрим. Итак, когда спрайт нажат, коричневая команда, и из синих блоков Glide означает плыть. Но плыть мы сможем это сделать, когда мы наш аксессуар разместим там, где надо. Вот, допустим, так я хочу. Вот я его разместила, и теперь выбираю команду плыть. Ну, давай проверим. Нажимаем на флажок, очки остановились там, где мы их поставили, кликаем по ним, и вот они раз и приплыли. Вот наша наряжалка. И теперь этот же скрипт мы можем прикрепить ко всем остальным спрайтам, предметам одежды. Ну, заглянем, что там дальше. Возможно, нам показано, как это делать. Нажимаем Next. Нет, уже не показано. С расчетом на то, что все знают, как это делать, но мы этого не делали, поэтому сейчас я покажу. Вот этот скрипт нам нужно написать для всех спрайтов, предметов, одежды. Мы их выбираем, размещаем. Когда спрайт нажат, плыть. То, что я хотела показать, относится к тем скриптам, которые вот эти мы написали. изменить цвет и изменить вид. Костюм. Вот у нас тут есть два варианта. У очков сейчас посмотрим, есть ли у нас варианты. Вариантов нет, поэтому мы для него не будем писать. Вот есть брюки разного вида. Так. И жилет тоже есть разного вида. То есть для них мы можем быстро вот эти два скрипта продублировать. Как это сделать? Мы берем и перетаскиваем вот так. Раз и два. На вот этот спрайт, у которого этих скриптов нет. Вот они здесь появились. И теперь мы можем кликать мышкой по этому спрайту, менять цвет и нажимать на клавишу С, менять вид. Но смотри, что получается. У нас одновременно срабатывает для двух спрайтов. Это значит, что? Это значит, что лучше для каждого спрайта какую-то свою клавишу. Например, для одного Д, а для второго С. Иначе все будет прыгать и скакать. Так. Для кого еще мы делаем? Для брюк то же самое. Но не забываем сделать другую клавишу. и для жилета. Ну или у тебя свои предметы одежды, поэтому для них ты то же самое и делаешь. Так. Это готово. И сейчас проверяем, все ли у нас надевается. Сейчас нажмем на флажок. Значит, для этого спрайта мы уже сделали, что он надевается, когда мы по нему кликаем. для очков тоже. А для вот этого мы не сделали. Значит, сделаем. Можно поторопиться, в принципе, сделать вот так. Тоже. Но в принципе, здесь у нас кофточки, они должны срабатывать одинаково. то же самое место. И для жилета, возможно, тоже. Сейчас проверим. Где у нас жилет? Так. Вот. Получилось. Если по нему кликну. Вот он оделся, но уже не вполне удачно. Значит, нам нужно его изменить. То есть, вот эту команду мы просто убираем. Размещаем жилет так, как он должен быть надет. Вот так. И теперь меняем команду плыть. Аналогично для брюк. Понимаем, что брюки у нас надеваются в другом совсем месте. Поэтому берем, когда спрайт нажат, размещаем и выбираем плыть. Ну вот и все. А дальше, в следующем шаге, что у нас показано? показано, что мы можем поделиться нашим проектом. Мы его сохраняем. Нажимаем поделиться. Мы им поделились. У нас открывается страничка описания проекта. И здесь мы можем написать какие-то инструкции. Например, на какие клавиши нажимать. для того, чтобы поменять цвет. Что еще делать? Кликать по нашим предметам одежды. Нажимать на стрелочки, чтобы менять фон сцены. То есть, все инструкции написать. Я вернусь опять к проекту для того, чтобы проверить, все ли мы шаги выполнили. Вот уже все закрылось, потому что мы проектом поделились. Мы можем здесь открыть список шагов. Это мы сделали. и поделись своим проектом. Мы тоже сделали. Но здесь показано, как это делать. Кто хочет, можно посмотреть видео. В принципе, я все уже показала. Вот так делается наряжалка. Но уже, наверное, кто-то догадался, что совсем не обязательно делать одежду. Мы можем, например, сделать сервировку стола или украшение блюда или что-то еще. Но пофантазируй самостоятельно и у тебя получится свои проекты. Я желаю тебе творческих успехов. и много-много разных своих классных игр.